Всем привет! С вами мистер Энет. Я же вам говорил, что мы будем чаще видеться. Хочу поблагодарить вас, моих подписчиков, за ваше терпение. Всем спасибо! И сегодня мы будем писать телеграм-бота, который будет выполнять некоторые команды. Также разберем, как писать телеграм-ботов на Python. Написать телеграм-ботов 50 строчек кода очень просто. Подпишись, поставь лайк и напиши комментарий. Ну а мы начинаем! Итак, погнали! Для начала, чтобы создать бота, нужно открыть другого бота, бот фазер в телеграм. И в нем создать бота, дать ему любое название, а затем ID поставить через слэш-бот. Давайте писать код. Прописываем токены, вставляем токен, который нам дал бот фазер. Затем нам нужно установить одну библиотеку, которая называется пай-телеграм-бот-апи. Она создана для того, чтобы мы могли создавать ботов. Пишем pip install по телеграм-бот-апи, и у нас установилась библиотека. Теперь импортируем некоторые библиотеки. Это телебот, конфиг и рандом. Рандом нужен для примера использования рандомайзера в ботах. Теперь в телебот импортируем types, где прописан бот равен телебот-конфиг-токен для соединения с конфигом. Теперь нужно создать папку в медиа, в которой будут помещены фото и видео. К примеру, если наш бот будет отсылать нам фото или любые файлы. Теперь давайте рассуждать логически. Бот запускается командой start, а это значит, что если мы пропишем действия для команды start, то значит, что при запуске бот будет писать или отправлять нам какую-либо гиф. Теперь давайте создавать кнопки и тексты. Для этого нам потребуется текст markup, где мы указываем то, что это действительно кнопка, а не текст. Чтобы это доказать, нужно использовать keyword button, а затем написать текст кнопки в кавычках, где мы будем использовать библиотеку рандом. Теперь пишем item 2 и пишем название второй кнопки. Кстати, image тоже можно использовать. Ну а теперь я создал пример, что при нажатии кнопки бот писал нам текст в чат. Для этого понадобится send message. Если переводить с английского, то это означает отправить смс. И прописываем ID в чат. Теперь в кавычках пишем текст, который должен отправить бот. И не забываем указывать парсер бот.html. Затем обозначаем bot message content type и указываем текст. Далее пишем def и вообще любое слово. Теперь хоть мы и написали то, что будет выдавать бот при нажатии на кнопку. Но у нас есть кнопка рандомное число, поэтому сейчас речь пойдет о библиотеке рандом. Она может не только рандомизировать цифры, но и слова, символы и так далее. Получается, что это библиотека топовый рандомайзер. Таким образом вы можете сделать много текста и кнопок в вашем боте. Теперь посмотрим, что у нас получилось. Переходим в нашего бота и нажимаем старт. И бот отсылает нам файл и текст приветствия. Если кликать по кнопке рандомное число, то бот нам его отсылает. Если же бот говорит, что извините, я не знаю, что ответить, то значит слабый интернет. Как вы видите, бот полностью работает. Его можно закинуть на сервер, и он станет общедоступным в телеграме. Всем спасибо за просмотр. Подпишись, поставь лайк и напиши комментарий. Ну а с вами всегда ваш мистер Иннет, и всем пока, до новых встреч.